А это, дамы и господа, продолжение моего любимого мода по доки-доки. И сегодня, ребята, у меня чего-то нет никаких напитков на столе, но я смог добыть один. На юге рос. Что же, ребята, да, если что, надеюсь, вам понравился эпизод с Нацуки, как бы мы будем параллельно сейчас в них играть. Этот эпизод может кончиться в любой момент, даже в этой серии, я не знаю, что может пойти не так. Но я готов к всему. Приключения, в которые попадают Макот и его друзья, довольно сумасшедшие. Безумие состоит в том, что кнопка лайка похожа на пропавшую сестру королевской принцессы. А кнопка панписки похожа на то, что принцесса носит его трансвеститское платье, как и ее сестра, чтобы выяснить. Так, я не понял, а трансвести-то откуда вылезли? Да, там было много смешных моментов, я была поражена. Спасибо, что дал мне это. Дебил! Мне не терпится увидеть твое лицо, когда ты прочитаешь финал. Ну, напомню, они читают мангу с Юри в отдельном классе, по-моему. И это успокаивает Юрия, она ведет себя не так неадекватно, как обычно. Но что будет дальше, хрен его знает! Мы продолжили читать. Юрий больше не спрашивал, готов ли я перевернуть страницу. Также в прошлой серии мы с вами узнали, что все девки теперь в теме. Они знают, как бы, что они в игре, что они нереальны. Я просто переворачивал страницы, когда мне вздумается. А Юри было похуй. Мы начали читать уже другие главы. Тем не менее, переворачивание каждой страницы выглядит почти как интимный обмен. Слюна. Большой палец мягко отпускал страницу, позволяя ей перепорхнуть в ее сторону, где она ловит ее под собственным большим пальцем. Хей, Юри. Хм? Как ты себя чувствуешь? Гораздо лучше, спасибо тебе. Ты снова меня спас, дебил. Погоди, она помнит, как я ее раньше спас? Погоди, ты что это помнишь? Сначала я ничего не помнил в день фестиваля, но потом я наконец все вспомнил, когда у тебя был всплеск всех этих воспоминаний и всего такого. Юри, прости, что ударила тебя книгой. Это был единственный способ оставить тебя в то время. У тебя в руках был нож, и мне нужно было быстро подумать. Я понимаю, дебил. Я бы сделала то же самое. Она охуе... Баба, ты охуела? Ты меня ударила книгой? Она что, взяла бы этот сок и начала меня дербанить, драконить мой мозг? А она начала засовывать мне в уши ручку? Она бы эту ручку начала засовывать мне в ухо? Что бы она начала делать? Она сделала... Знаете, как я баловался в школе? Смотрите, я делал флейту. Я соревновался с чуваками. Кто дальше сможет плюнуть колпачок от ручки? Смотрите. Безудержное веселье, правда? Вот чем мы занимались, когда у нас не было доки-доки. Я понимаю, дебил. Я бы сделала то же самое. Ты смог вернуть меня с грани безумия даже не один раз, а дважды. Я благодарна тебе за это. И Юрия на мгновение замолчала. Есть еще кое-что, что я хочу тебе сказать. Ну шо? Что-то насчет тех книг. Эм? Я никогда не покупала их. Они просто появились. Я нашла их и подобрала. И да, история так или иначе связана со мной. Я не знаю, почему, но это так. Я больше не должна об этом говорить. Так, а где она их подобрала? Как можно просто подобрать книги? То есть, вот ты просто идешь по улице, ты идешь по улице в кинотеатр Мираж Синемы. И вот ты идешь, и в снегу, в сугробе валяются книги, на которых написано портрет Маркова и третий глаз. Ты просто берешь и поднимаешь их? Ну это что-то, это бред какой-то. Это слишком больно. Прости, что заговорила об этом. Все в порядке. Ты меня уже достаточно достала. Спасибо, Юрия. Мы закончили чтение финального тома. Ох, это хороший конец. Такой толстенький и маленький конец. Правда? Обычно в манге всегда концовка истории ужасного. Это действительно хороший конец, сделанный правильно. Хей, Юрия. Да, дебил? Блин, я так странно прикрываю глаза. Мне аж страшно. Я буду в текст смотреть. Фу, господи, я боюсь. Что это за чай такой? Я не знаю, дебил. Она шла его на одной из полок в шкафон. Выглядел как чай, поэтому я его заварила. Ты сказала, удиви меня. Так что сюрприз. Ну это интересно. По-моему, почему у него такой странный цвет? И почему моя шишка набубенилась? Юрия и я закончили обсуждение обсуждать ту мангу. Это было весело. И оказалось, что то, что моя шишка бы набубенилась, это не результат чая с фонским возбудителем, а результат того, что мне очень нравилось. Ой, господи, я не могу смотреть на ее глаза. Они слишком азиатские. Как будто время шло в замедленном темпе. Посмотрим свободно ли Моник. Я заметил, что Моник что-то пишет на листке бумаги на своем столе. Блин, у меня листов бумаги нет. Буду писать на пачке с таблетками. Типа, смотри. Нормально. Написал. Я заметил, что Монька что-то пишет на листке бумаги на своем столе. Я вижу, что она писала ручкой, которую я дал ей из набора. Эй, Моника! А, ты меня напугал, депил! Но ты подошел как раз вовремя, а так что кончила. Драконить себя ручкой. Я сделал это только для тебя. Моника дала мне стихотворение, которое она только что кончила. Новый конец. С пером в руке, с ручкой в пизде, я нахожу в себе силы. А мужеством моя единственная любовь меня наделила. И вместе мы найдем путь из этого дерьма, наполненного злобой. И найдем в новый мир мы путь вместе. Со взмахом пера. Путь находит свой заблудшая душа. День новый изобретет наше воображение тогда. И что же тогда остановит нас от нашего хорошего конца. Ах, как мило. Моника, спасибо. Я сильно обнял Монику. Хе-хе, да я-то не против, но другие девушки пизды дадут. Упс. Я осторожно отпустил Монику. Итак, ребята. Уже настало время уходить. Как вы провели время сегодня? Это было замечательно. Но мне было очень весело. Мне было хорошо. Очень хорошо. Дебеж, насчет тебя. Да я отлично провел время. Да, надеюсь, это никогда не закончится. Кроме того, что мне порезали руку. Сегодня был хороший день. Мне понравилось проведить время со всеми. Замечательно. В таком случае, давайте проведем время завтра так же. Но на самом деле мы не сможем. Потому что шкила закрыта. Если это так, девочки, хотите прийти ко мне домой и посмотреть эротические киноленты сегодня вечером? Конечно! Ого, этот ответ был слишком быстрым и громким. И у меня немножко оглохли уши. Мне придется зайти ко мне домой. Юбать, что это за перевод? И взять несколько вещей. Встретимся у тебя дома, дебил. Я тоже, дебил. Скоро увидимся. Юрий и Моника вышли из клуба. Они оставили меня с Нацуки и Сайори. Готов отправиться домой? Конечно! Пойдемте втроем. Сообразим на троих пивас. Я надел рюкзак и пошел домой с Сайори и Нацуки пить Балтику 9. Скоро реклама в Балтике. Балтика не пейте, пожалуйста. Ей до 18 лет это запретно. Мы возвращаемся в мой дом. Я встречусь с вами, ребята. Я пойду переоденусь. В эротический купальник. Хорошо, скоро увидимся. Я с Нацуки зашли домой. Я аккуратно кладу бутылку розового вина и сумки в холодильник, чтобы Нацуки случайно не оседлала ее в порыве страсти. Мой дом? Мои правила. Понятно? Я только что понял кое-что важное. Телевизор в гостиной же не работает. Как я могу провести ночь кино без него? Зато телевизор в спальне не работает. И там будет сразу 4 бабы. Что пошло не так? Что пошло не так? Я могу себе позволить, чтобы все 4 девушки были в моей спальне. Это было бы страшно и совершенно жутко. Так почему ты можешь себе позволить это, если это будет страшно? Дайте выпьем, соколька. Вкусный сок. Интересно, смогу ли я починить телевизор? Я направился в зал. Нет энергии, чтобы запитать телевизор. Я пошел в гараж. Твою мать, у него и гараж есть. Я проверил шиток, чтобы все подключено. Я повернул его обратно. Я вернулся обратно. Пользуясь пультом, я включаю телевизор. Ура! Успех! Ну, пора и мне переодеться в домашнее одеяние. Блин, там фильмы типа Годзилл был. Давайте Годзиллу смотреть. Я посмотрел в мой шкаф, чтобы одеть что-нибудь. Что за хрень? Вся моя одежда выглядит почти одинаково. Почему я не замечал этого раньше? Здесь только узкие облегающие шорты. И футболки. Мокрые. То есть, девушки, через эти шорты практически будет видно. Мой писюн. Большая часть моей одежды это черный или серый цвет. Как будто Бэтмен выбирал мою одежду. Хотя в черном нет ничего плохого. Но они все одинаковые, блин. Ну тогда надену черный. Я вздыхаю и переодеваюсь в черную одежду, как будто я дьяволик. Меня резко осенило. Я взял второй нож Юрии и запер его в ящике рядом с другим. А в чем смысл запирать так ножи? Чуваки, вы помните дьяволика по Фокскизе или Джейтиксу? Помните? Или это совсем далекие какие-то вещи? Я помню. Мне придется помыть его пизжа. Как же надо будет сжечь... Так же надо будет сжечь эти чертовы книги завтра. В дверь позвонили. Я отправился вниз. А Нацуки, кстати, куда делась? То есть, Сайори ушла. А Нацуки куда пропала? Я видел, что все уже внутри. Нацуки впустила других девушек. Вот это странно. То есть, она, получается, была у нас дома, но почему она никак не обозначила свое присутствие? Рад, что все смогли прийти. А это что? На столе лежал несколько пакетов с продуктами. Ой, извините, пожалуйста. Так. Как ты обращался с нами вчера, мы решили, что меньше что можно сделать, это приготовить тебе ужин. Черт, это круто! Девочки будут готовить ужин мне. Кроме того, я не думаю, что твоя рука в состоянии делать какие-либо блюда. Так что сядь, заткнись и расслабься. Заткнуться. О, ты а много просишь, Нацуки. Эй, Юрия, можешь помочь порезать эти овощи? Уверена, что могу, Нацуки. Ну, Юрия, сам Бог велел резать овощи. Юрия достает из сумки еще один нож. Моет его и нарезает овощи. Господи, из сумки нож? То есть, она носит с собой нож в сумке? Что пошло не так? Я даже и не собираюсь спрашивать, что пошло не так. Спасибо вам всем, я очень тронут. Нацуки запрягла Сайори в упряжку с Купленовым и Винди по всяким мелочам, так как Сайори не особо хороша в готовке. Смотря на них, во мне просыпается чувство восхищения и немножечко возбуждения. Ммм, девушки уже кончили готовить ужин. Я помог им накрыть на стол и поставить посуду. Это вкусно пахнет? Та-да! Они сделали несколько блюд. Они сделали несколько блюд. Лиза-блюд. Мясной суп с тушеными овощами и макаронами. Черт, я возьму. Я надеюсь, это не... Они не доширак там сварили? По-моему, мясной суп с туш... Это, по-моему, они доширак там сделали. Или роллтон. Я даже не знаю. Это тупо доширак. Но они блюда вегетарианские. Но я и не против. Они пахнут восхищительно. Давайте жрать. Ап! Давайте есть! Девушки ставят еду на стол. Нацуки начинает развивать суп в миске. И рада раздавать их на стол. Как крупье раздает карты в казино. Я приехал в дорогое казино. Это Сан-Франциско. Город стилей писки. Те, кто смотрел стрим по... Вот, как ее Life is Strange вспомнят и поймут. Хей, Моника! Да, дебил? Мы же все время повторяем наши действия. Ведь мы в этом мире... Так, сколько, по-твоему, нам на самом деле лет? Ох, ну я бы не сказал, что нам 21 или 22. Почему ты вообще спросил, дебил? Я бы сказал... А, господи, 21 или 22. Прям как пенис. Я знал это. Просто интересно. Я пошел к холодильнику. Кто-нибудь хочет... Я достаю бутылку из холодильника и кладу ее на стол. Интересно, вино-то в игре откуда взялось, а? Хочет немного венца. Проклятие, дебил! Я думал, ты от него избавился. Хе-хе-хе, он не послушался хорошим. Моника! Все девушки засмеялись и захотели тупо нажараться и побухать. Ладно, ладно, ну подожди. Его после ужина, хорошо? Конечно, так мы сможем попробовать все вместе нажараться по-жесткому. Я посмотрел на бутылку. Тут написано Muscatto diasti на этикетке. Я положил вино обратно в холодильник. Muscatto diasti с итальянского переводится как мускатный член. Я сел, и мы продолжили есть. Мы обсуждаем планы на выходные. Мы закончили есть и пошли в гостиную. Я предлагаю, я предлагаю дамам совершить дружное паломничество в магазин нижнего белья. Только чур, выбирать нижнее белье, буду муа. Как вам идея, ребята? 10 из 10 или скорее 11? Напишите в комментариях. Мы закончили жрать и пошли в гостиную тупо отдыхать. Нереально. Я включил... А вино где? На еб, вина не будет. Я включил телевизор. Ура! Блин, там Годзилла, Костыльвания. Это какое-то аниме, не пойму какое. Давай, пчук две Годзиллы. Я хочу Годзиллу смотреть. Тут Ван Панчман есть. Врубите Ван Панчмана. С Вордат онлайн. Я хочу Ван Панчмана. Ура! Девушки сели и начали решать, что смыть. Ван Панчман, тупые шлюхи! Про лысого хочу. Я хочу лысого погонять. Я хочу погонять лысое аниме. Хватаю закуски и прохладные напитки. Прохладные напитки. Прохладительные, блин. Прохладные напитки. Прохладные напитки в задницу. Переводчик. Ой, простите, я имел ввиду. Это грубо, наверное. Прости, переводчик. Прости меня. Держи сердце, я тебя люблю. И принес их в гостиную. Я бы не обиделся, если бы мне так сказали. Понимаешь, я бы не сказал бы о тебе ничего такого, чего не сказал бы о самом себе. Так, вы решили, какой фильм будете смотреть, шмары? Ужасы! Ох, ужасы. Эй, у меня есть идея. Как начнет просмотра тайской комедии ужасов? Это что такое? Что это, дебил? Вы никогда не слышали об этом жанре? У разных народов разные стили ужасов. Там есть несколько различных стилей. Хоррор-комедия как великолепное сочетание страшного, но при этом смешного сюжетного кино. Это типа как очень страшное кино? Идея пошла из Туйланда? Земли, земли трансвеститов? И Настя Рыбок? И Алексов Лесли, да? Я еще ничего хорошего не нашел, но фильм «Зловещие мертвецы» довольно смешной. Я взял путь и начал искать фильм «Преследуя меня». Также известный как Уш-Тай-Тайк. А про что фильм, дебил? Это о четырех старых, но все еще довольно вольных, женщинах, которые владеют пансионом для мужчин в провинциальном Таиланде. После того, как они помогли скрыть загадочные смерти двух девушек-подростков, в духе девочек начинают бродить по общежитию. И женщины пытаются использовать всевозможные сумасшедшие способы, чтобы избавиться от призраков. В общем, ужасы полные веселья наступают. «Мне тошнит от того, от этого. Ну, мне любопытно. Хорошо. Да, давайте посмотрим». Я нажал кнопку на пульте и включил фильмец. Господи. Мы все сели и начали смотреть. После посмотра фильма я вспомнил, что мы все еще пробовали вино. Не попробовали, видимо, вино. Я достал бутылку из холодильника. Я взял несколько бокалов и поставил их на поднос. Я неуклюже пытаюсь открыть бутылку вина. Пробка улетела в потолок. Я принес все в гостиную. Конечно, потолки высокие. Я поставил понос на стол. Я начинаю разливать вино поровну. В пять бокалов. В бутылке осталась еще добрая половина пойла. Это действительно большая бутылка, на которую, надеюсь, никто этим вечером не сядет. Ну, ребята, как мы первый раз пробуем вино, мы должны... Я заметил, что Саэлью вздыхая пустошила бокал. Твою мать, кто-то уже нажарался. О, так сладко, вкусненько. Эм, уже выпила? Саэлью, должна быть осторожней. От этого могут быть побочные эффекты из-за твоих антидепрессантов. Все будет хорошо, дебюта. Всего лишь один стакан. Хи-хи-хи. Моника, че лыбится? Она сама не хотела в этом участке. Че все лыбятся? Я сделал глоток вина. Оно на странность сладкое. Я поставил бокал и поставил на бутылку, прочитал ее. Тут написано, что это вино на десерт. Неудивительно, что оно такое сладкое. Я поднял голову, все девушки пялись на Саюри. Хей, куда пропал мой бокал? Спроси нашу шуструю Саюри. Она выпила твой бокал, пока ты что-то там читал. Девушки спрятали свои бокалы от Саюри. Саюри, я думаю, тебе уже хватит пить. Мне сейчас так хорошо. Саюри куда-то убежала. Ой, блин. Моника, ты видела, куда она пошла? Понятия не имею, дебил. Блин, это новая поза. Пойдемте найдем ее. Мы разделились и пошли искать Саюри. Эй, голова чешется. Она не тут. Я думаю, сейчас она пьяная набросится на меня и трахнет. Изнасилует, я хотел сказать, мой писюн. Я пошел через коридор. Я нашла ее. Я побежал в спальню. В спальню? Может, в спальню? Твою мать. Что это? Это пиздец. Что происходит? Что это? Мои самые лучшие друзья в жизни. Так, так, ложись. Расслабься. Я сделал, дебил. Увидимся внизу. Спасибо, Юрий. И еще кое-что. Да, дебил. Если что, все могут остаться на ночь. У меня есть еще гостина, поэтому мест хватит на все. Сыворотки хватит на все. Не волнуйся, дебил. Я уже сказал родителям, что переночую подружки. С тобой живет Нацуки, так что, получается, я не врала им. Я вздохнул. А когда, кстати, Юрий с Нацуки успели стать друзьями? Хорошо тогда. Я вышел из комнаты и вернулся вниз. Ой, блин. Я видел, что мой ка Нацуки выпили почти все. Да, твою мать. Похоже, они выпили свои предыдущие бокалы. Вы оставили немного для меня? Не-а. Это было слишком вкусно, чтобы оставить. Прости, дебил. Черт побери. Ну, по крайней мере, Юля нашла с Аюлей. Они оба наверху. Я сказал Моньке, что они могут остаться на ночь. Не волнуйся, у меня нет родителей. Разве я не могу жить с тобой, как Нацуки, только в твоей спальне? Чего? Стоп, стоп, стоп. Ночь заканчивается полным хаосом. Тут весело, но все равно тут полный хаос. Блин, почему? Ночь заканчивается. Девушки закончили разговоры и пошли спать. Что? Это не... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова